всем привет давненько мы не выходили в эфир будем собираться но сегодняшний эфир у нас будет из-за из разряда редко но метко так собираемся всем привет еще раз мы будем потихоньку собираться я буду рассказывать сегодня мы проведем очень интересный эфир с очень интересным человеком я уже о своем посте писала о том что вот если бы мне еще раз как в школе в детстве пришлось бы писать эссе на тему про людей которые повлияли на вашу жизнь или на какие-то события то я бы обязательно упомянула бы имя человека который ну реально меняет сознание сознание многих людей и поэтому мы решили провести с ним эфир это нурлан мурат кали он основатель так называемой школы навыков и энергоинформационных технологий точки ли в москве и читаю коменты здесь и и это действительно такой инновационный подход который которым бы мы хотели сейчас поделиться и и так сегодня что как же я еще что-то хотела сказать камилами начала сбивать в общем тема сегодняшнего нашего эфира будет дизайн жизни а почему такую тему мы выбрали потому что вот сейчас 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 мы всюду слышим всюду слышим ты творец свои твоей жизни как создать свою реальность и так далее вот мы сейчас и будем выяснять с нурланом как же творить чтобы не натворить сейчас я подключу нурлана и мы начнем нурлана привет добрый вечер очень рада вас видеть у нас в эфире немножко заволновалась давно не не проводили мы эфиром и у меня тут и технически немножко сбой ничего страшного вот сейчас смотрю в экран да и у меня какой какая такая немножко сюрреалистичная картинка потому что ну буквально там я не знаю три месяца назад когда я прописывала свои новогодние резолюции и вот одна из целей у меня была провести с вами эфир когда еще ну я там какие-то онлайн точка цели до проходила в общем я уже сделала все по-научному прописывала цели и вот так одна из цели было вот провести с вами эфир я вот сейчас думаю если они будут вот так притворяться с такими темпами в жизнь то можно наверно в космос лететь поэтому я вот сейчас вот как-то немножко для себя аж немного страшно насколько ну мы уже слышим везде что насколько сильно сильно подсознание да что мы можем менять реальность вот и тема у нас сегодняшнего нашего эфира дизайн жизни я уже говорила о том что мы с вами будем выяснять как же творить эту жизнь чтобы не натворить так что так ну давай смотри илон мы как сделаем до тема замечательная она твоя тема вопрос том что мы с тобой два дня уже общались во первых на точке на точке я не работаю индивидуально и я об этом предупреждаю да всегда я работаю с группой а вот то что мы с тобой два дня разговаривали вот вчера и позавчера вчера полтора часа до позавчера где-то столько же времени да но по сути дела прошла то что называется индивидуальная работа пошла я просто понимаю идет работа все она пошла хотя ты позвонила о чем мы будем говорить в прямом эфире да по сути дела мы всю работу сделали и сейчас работа пойдет может быть она будет знаешь на что похоже мы с тобой общаемся остальные подсматривали мне остальные сейчас никто не интересен данном случае если я уже включился в тебя я хочу продемонстрировать может быть некие инструменты большую часть из которых ты получил на точке огромную части получила вот того что мы с тобой вот эти два дня поработали и я просто знаю ну вот что у тебя за эти два дня произошло по сути дела ты сейчас немножко даже может быть с одной стороны как бы потерял старое но ты нашлась новое ты на себя по-другому склинула я тебе показал некую технологию а в чем эта технология заключается дело в том что смотри что я сделал данном случае как я работаю индивидуально в некоторых некоторых случаях я работаю то что называется подключать к духу к своему духу у нас есть как бы три сознания телесное сознание о котором часто говорят когнитивное сознание о котором мы все понимаем все знаем вот мы думаем из головы и есть так называемое третье сознание это то что в разных традициях в разных учениях то по разному называет есть высший разум 3 3 сознание дух там и так далее не почему-то привычно называть его дух и вот так называемый духовный рост это стремление как ни странно мыслить с позиции именно третьего сознания от объединить эти все три сознания в совокупности и тогда получается то что называется цельная личность потому что думать что цельная ли личность это то что я думаю о себе в голове внутренней болталка это не совсем правда это даже больше того это называет обычно ложное я ну это одна из субличностей и вариантов там очень много этих субличностей поэтому а посмотреть с позиции внутрь своего духа тут надо понять что такое дух дух это сознание твоей души у тебя есть душа у души есть сознание сознание твоей души дух он абсолютно нейтрален к твоей жизни он вне контекста твоей жизни находится в каком плане ему не интересна твоя жизнь не содержание твоей жизни в целом не интересно это твое предназначение заключается именно в духе она имеет какую-то внутреннюю идею внутреннюю направленность для твоей души твоя жизнь это всего лишь как один день представь что твоя душа жила много жизни будет жить много жизни после и твоя жизнь это просто один день можно его извиняюсь просрать ну вот с утра человек проснулся были планы на день а потом на завтрак перенесел вот так и душа может перенести у большинства людей к сожалению душа находится в неком анабиозе то есть такое сонное состояние это в социуме в социумном болоте душа именно в таком состоянии находится почему потому что в момент рождения человека включается программа подавления воли она всаживается мы прямо в момент рождения человека вот из социума мы с этим разбирались есть помощь на точке мы эту программу удаляли вставляли совершенно другую программу программу уверенности в себе и вот о чем речь идет что мы делаем на точке в основном я пытаюсь соединить людей именно со своим духом понятное дело что мы ведем энергетическую работу которая связана с тем что мы по сути дела отсекаем все энергетические утечки у человека который по жизни их огромное количество их анализирует каждую из этих дырочек бесполезно просто бесполезно разбирать свою прошлую жизнь можно потратить пол жизни на то чтобы разбирать первую половину жизни я против этого я за то чтобы сделать каким-то образом так то есть чтобы перекрыть полностью утечку энергии и не надо воровать эту энергию не надо ее искать не случайно . называется энергия предназначения потому что о своем предназначении мы можем догадываться знать ну не глупые люди тут в основном собрать люди наверное имеющие высшее образование которые там ходили к астрологам дизайн человека human design разбирали свои психотипы и прочее и в принципе понимать свои таланты и дары но чего-то не хватает чего не хватает энергии вот первое что мы делаем на точке мы по сути дела работая с энергетическими технологиями с энерготехнологиями мы закрываем свое подсознание от воздействия так называемых игр и реальных структур который может быть большинство слышат может быть впервые это этот эгрегориальный слой коллективно-бессознательно он влияет на наше подсознание минуя наше сознание то есть он не спрашивает у нас санкции разрешения он вкладывает нас какие-то программы в основном чуждые и большинство людей к сожалению живут под чуждым им программам мы ставим себе цели думаю что это наши цели но это не наши цели они привнесены извне а что наше и тут когда мы говорим о нашем нужно все-таки призадуматься что мы не есть просто тело физическое и материальный мир он не конечен мы говорим о том что человек если энергоинформационное существо это раз живет он в энергоинформационном мире это два мир этой энергии информации материальный мир составляет всего лишь жалкие 4 процента из которых вот если весь космос взять все мироздание три целых шесть десятых это межгалактический газ и 0,4 это весь материальный мир все звезды и звездной структуры и так далее а вот 96 процентов это то что физики сейчас называют темная энергия темной материи это огромное пространство огромная энергия и она в доступе для человека потому что мы энергоинформационные существа это врожденное качество нас и вот пойти туда открыть для себя этот мир это невероятные возможности потому что жизнь на земле она преодолела три барьера барьер воды жизнь возникла в воде затем с помощью жабер плавников мы освоили этот мир водный а затем жизнь винулась на сушу и с помощью конечностей легких жизнь на земле овладела землей а затем с помощью мозга человеческого мозга мы вот наш вид человечества он стал номером один на земле мы обладели этой землей мы здесь вот из живых существ мы номер один мы в пищевой цепочке стоим вот на самом верху пожалуйста микрокосмос макрокосмос мы вот сейчас на марс полетели и так далее но есть четвертый барьер который сейчас преодолевается он долгий период преодолевается это причем сейчас идет обострение такое это барьер социума общества потому что социум вездесущий он влияет и это давление идет все сильнее и сильнее скажем года есть еще пятый барьер преодоление барьера физического тела да это когда создание вне тела это уже скажем так это научно-исследовательские наши поиски наши исследования это мой research то что мы двигаемся наша школка и наш и исследовательский момент вот в этом в освоении от этого аспекта но сейчас вернемся вот к чему мы говорим сейчас о предназначении данном случае тебя касаемо илона мы тебя очень хорошо твой кейс разобрали я беру очень простые механизмы когда мы работаем мы школа практических навыков мы не о теории хотя теория у нас достаточно мы понимаем что мы наука энергоинформационная наука наука это наука будущего это то чему должны на самом деле обучать детей буквально потому что мы должны понимать что у нас есть врожденные качества которые нам помогают по сути дела создавать новые смыслы у нас есть воображение у нас есть интеллект и у нас есть то что называем мы скажем так ну мы можем мы можем креативить потому что все что на этой земле есть вот все что за твоей спиной одежда там стакан там и так далее создали все свое воображение но нам надо освободиться так называемого ложного я и выйти свое предназначение все очень просто если человек своем предназначении это значит он в своем духе сожалению дух не умеет разговаривать он у него нету теле тайпа он общается с нами через наше тело через так называем психосоматику через болезни болезнь это крайне форма предъявления никого даже мультиматума со стороны духа вот когда я вижу человека который болеет раком 3 4 стадии ну дорогой мой ты может прислушаешься к самому себе тебе что-то хотят сказать кто да ты сам мой дух тебе хочет что-то сказать послушай себя и вот когда ты слышишь свой дух когда ты с ним соединяешься вот самое главное вот здесь несколько пути на этом пути несколько этапов чтобы ты понимал смотри первое это услышать зов своего духа он по-разному это по-разному всегда происходит но это что-то такое то что мы называем неким томлением внутри себя некие такие отголоски ну короче ты услышал свой зов духа второй этап это отказ от отказа то есть ты уже отказался от свое предназначение в самом начале так вот отказаться от этого отказа это второй этап третий этап это преодолеть ту роковую черту как бы выйти из зоны комфорта роковая черта это когда назад хода нету двинуться свое предназначение и там дальше ты встречаешь так называемые тени прежде чем встретить свои дары ты всегда встречаешь тени своих внутренних демонов драконов свои страхи тревоги ну вот все то что ты боишься и как ни странно это надо с ним не надо а его избегать не надо делать вид что этого нету не надо с ним бороться не надо жертвить надо с ним а 7 его надо ассимилировать то есть принять и вступить в позицию волшебника по сути дела ассимилировать поменять и трансформировать свой да и вот как только ты этот дар получаешь ты его возвращаешь людям отдаешь если ты отдал это последний этап то ты выходишь ты получаешь следующее предназначение и как только ты этот круг завершил он не круг а как бы это такая спира ты выходишь в следующем предназначении ты можешь прожить еще другую жизнь в своей жизни и настоящее духовное развитие это это стремление прожить в этой жизни много жизней вот и илона уже прожила мы с тобой говорили о том что ты уже одну жизнь прожила ты прожила жизни илоны сон которая была дочерью своих родителей так далее там выполняла все эти программы так далее да нет первую да вторая жизнь твоя была когда ты была илона рамжанова ты выполняла может быть даже такую важную биологическую программу ты как женщина реализовывался ты родила троих детей замечательных детей но илон надо двигаться дальше и ты возвращаешься в другую ты как бы уже от этой жизни отказываешься идешь еще дальше а кто ты дам дальше понимаешь вот и здесь надо уже смотреть на какие моменты вот здесь уже идут индивидуальности такие вещи на группе не выдаются я смотрю уже кто ты непосредственно для этого я использую разные инструменты начиная от human design и спиральной динамики и так далее и так далее и дзин астрологии не суть важно это инструментарий важно понять кто ты такая кто ты и что ты хочешь я задаю простой вопрос человек что ты хочешь большинство людей к сожалению могут шикарно ответить на вопрос есть его поставить по-другому чего ты не хочешь от чего они не хотят они прям шикарно знает а от чего они хотят ты понимаешь действительно мы начинаем отталкиваться от чего ты не хочешь но это бывает прямо противоположно не хочешь без денег и наверно хочешь денег не хочешь бесславно свой путь закончить наверно хочешь известность и славы ну как то вот с этим взаимосвязано потому что да да и здесь очень важно твое видение вот на первой точке мы как раз таки работаем с видением видение видение это знать и четко определить свой путь понять и четко определить свой путь и только на втором этапе вторая точка это как раз таки об отношениях у нас она так и называется энергия отношений это отношение с самим собой со своим окружением с мирозданием это там мы решаем два вопроса первое это человек должен знать четко он должен найти своих людей и и вторая часть этого вопроса немедленно немедленно я подчеркиваю это самый главный аспект немедленно избавиться от неправильных людей вот и все то ничего сложного это правило чингисхана и потом только последующие правила идут третье правило делегируй 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 это только во-первых ты должен иметь свое четкое видение во вторых ты должен найти правильных людей немедленно избавиться от неправильных людей и делегирует процессы потом идет 4 5 6 правило но это не суть важно уже если 1 1 вопрос не решил поэтому вопрос кто ты такая вот мы это определяли вот кто такая лона сонг новая и я смотрю уже у меня есть инструментарий определенный я тебе кое-какие вещи сказал и сейчас люди могут немножко так подглядеть на какую-то часть но у нас с тобой разговор был такой где-то мы там хохотали ржали да где-то было грустно как будто бы да где-то было жестко с моей стороны где-то я твое эго цеплял потому что эго у тебя очень сильный зацепил его нехило если помнишь да но это ну ты понимаешь это это есть работа и вот самое главное включить твой дух не просто тут включить а чтобы у твое сознание когнитивный разум который в голове был соединен с ним а соединиться с духом страшно почему потому что когда ты соединяешься с духом там поток энергии колоссальный и большинство людям к сожалению пугает почему потому что начинается проявляться это через что-то страшное не дары вылазит не ситки твои не красота а грязь как будто вылазит все страшные демоны твои внутренние и так далее и люди пугаются если честно они пугаются вот почему на этом этапе на третьем этапе нужен так называемый учитель наставник этому большинство из них неосознанно сразу говорю где-то процентов 98 это неосознанно учителя ну то есть какая-то личность твоей жизни появляется который у него задача что очень простая он должен тебе отражать зеркалью что в тебе происходит вот и все но неосознанно учитель обычно пугается этого процесса также как и ученик почему потому что ученик в нем видит своих демонов но он их проецирует на на этого учителя он думает что он такой ну допустим вылазить жадность да и человек видит перед ним стать жадный человек но вы понимаете что вы не можете увидеть другом человеке ничего такого чего у вас внутри нету понимаете да ну вот я ничего не могу да 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 было что когда мы общались потом уже все там проанализировал там на следующий день я уже что-то не могла до себе понять где я говорила где вы говорили чьи мысли и все настолько перемешалось что я уже ну у меня четкое понимание сложилось только я не могу не могла понять я я это говорю или об этом не нурлан сказал то есть вот настолько но по крайней мере сложилось какое-то общее такое понимание уже от пищи осознанного наставника он понимает что говори вот смотри это говорил не я позавчера вчера больше часть там где вступала ты твой дух вернее вступал это было очень жестко я увидел что у тебя дух очень мощный ну как тебе сказать он немножко злой злой на тот простой который в котором он находится он как мне говорит скажи этой дуре извиняюсь за выражение да что нам надо делать так и так вот и все я тебе сказал простую вещь что тебе твой дух говорил даму в этом плане смотри есть правильные места и правильные люди для тебя тебе не может попасть в правильное место и в правильном месте у тебя появляются правильные люди только в правильном месте правильные люди вокруг тебя тебе там あり making для тела тело говорит что мне климати нет а мне хорошо вот майами были у моей риды там волосы тут же прямо только высшая самолета у нее кучерявица начали волосы она кучерям я смотрю лет 25 сбросила просто я просто узнаю ту девчонку с которой познакомился климатик телу хорошо я там просыпаюсь 5 утра и меня тянет на океан подышать вообще когда я был в штате нью-йорк я помню я начал бегать утром у меня тело просилось бегать у меня тело не просилось бегать не в пекине не в москве не в питере понимаешь да то есть телу не климатит там а там почему-то климатила вот набег просил с тела майами плавать просилось тело понимаешь вот те телесный разум подсказывает мне здесь охуенно хорошо а вот что он за что может ум зацепиться за людей вдруг там попадают тебе твои люди которые говорят с тобой на одном языке у них приблизительно те же самые ценности что у тебя понимаешь да то есть там твои люди второй момент тут еще раз говорю правильное место правильные люди появляются а бывает наоборот еще и то же самое нужны правильные люди которые выведут тебя в правильное место где появятся по копейки правильные люди и это как-то замыкается правильном месте правильные люди правильные люди выводят тебя в правильные места и благодаря этому ты из одного правильного места в другое правильное место, более правильное место. И у тебя идет, ты ловишь поток, 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 поток. Понятно? Смотри. Может быть, жестковато опять будет, да? Не хотелось бы это на публике делать, но суть в чем? Мы решили с тобой как общаться. А я уже привыкла. Да, мы с тобой общаемся так, как будто мы с тобой один на один. Они просто подлятывают за мощностью в скважину и как бы думают, вау, там что-то интимное идет. Они там словесно сношаются. Что-то такое. Ну, тут в данном случае духовно, да? В данном случае что происходит? Смотри. Место ты попала правильно. Это твое место. Но это место приземления. Допустим, ты сейчас в Северной Каролине, а я тебе говорю, что ты там делаешь? Штаты твои. Ну, то есть Америка. Но Северная Каролина не твое место. Твое место какое? И мы обозначили, я тебе говорил, там у тебя треугольник идет. Три штата. Приблизительно. В одном месте, скорее всего, у тебя будет официальный бизнес. Это будет Майами. Ну, то есть Флорида, скорее всего, да? А вот твоя публика, большей частью, она будет, как ни странно, это Калифорния, Нью-Йорк. Понимаешь? Это означает, вот в этом треугольнике ты вот как бы путешествуешь. Ну, там, может быть, и квадрат появится, четвертая часть, но это место отдыха будет. Я не знаю, Гавайи, что это? Это что-то еще такое будет интересное. Вот. Все, мы это отметили. Следующий момент, что я тебе хотел сказать, но то, что я тебе не говорил в прошлый раз. Вот смотри. Вот низшей зоны твоей реализации, низший уровень твоей реализации, это является стремление обрести в жизни некого надежного партнера. Вот спутника такого, защитника, кому можно прислониться, как кирпич на стене. И это именно низший уровень реализации. Ты на этом уровне получишь очень мало энергии. Высший уровень реализации твоей энергии, ты очень похож на моего сына в этом плане, да? Потому что у вас даже дни рождения рядом. Ты седьмого числа, он восьмого числа. Высший уровень реализации, это ты вообще не опираешься ни на кого. А как-то я привыкла к этому. Вот у тебя состояние, знаешь, у тебя какой, да, 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 у тебя образ, знаешь, какой внутренний должен быть? Ты вольный казак. Вольный казак, которому, ну, такой, знаешь, ты не оседлая. Кочевник, казак там, да? Вот в этом плане ты выбираешь место, ну, как бы, ну, там тебе комфортно, ты туда переезжаешь. И ты не стремишься ни на кого опереться. Ты ни на кого не рассчитываешь. Или же, прикол, ты делаешь вид, ты делаешь вид, что ты ни от кого не зависишь. Ты либо не зависишь ни от кого, но если даже ты на каком-то этапе зависишь от кого, то просто вынуждено. Ты делаешь вид, что ты не зависишь ни от кого. Когда к тебе потянутся и люди, и деньги. Уловила? Твоё стремление к независимости, оно притягивает к тебе деньги, то есть энергии, а деньги это жёсткий койлент энергии, и людей. Уловила? Вот это то, на чём я хотел, чтобы ты зафиксировал. Твоя независимость уловила? Никаких партнёров. Тем более там... Это как понимать? Ну смотри, я когда говорил с тобой, там было такое, вот смотри, в той жизни, когда ты была Рамжанова, ты как-то очень надеялась на своего супруга, на его поддержку, ждала её как-то подсознательно, осознанно даже, понятно, да? И это тебя ослабляло. И вспомни, когда ты действовал независимо, там как-то у тебя всё включалось. Ты когда не рассчитывал на него, как ни странно, он тоже включался. Я не знаю твою историю, семейную, но есть такое подозрение, что именно когда ты, по крайней мере, делала вид, или была действительно, ощущала себя, что он тебе не нужен, то есть ты независима от него, он включался. Поняла? То есть твои люди включатся в тебя, если ты ещё раз не будешь на них опираться, тогда они будут стремиться опереться на тебя. Ты кирпичная стена уловила? Это вот твоя энергетика, это именно твоё состояние. Поняла, да? Потому что я это точно могу посоветовать только своему сыну Али. Кстати, я вот уловил между нами, смотри, я же чётко понимаю, когда мои люди попадают мне. Я потому что 5.1, ну, долго объяснять, ну, что такое, это я человек, который развязывает кармические узлы. Мои встречи с определёнными людьми предопределены уже. Я 30-40% людей отказываю во встречах по той причине, понимая, что это просто не мои люди. Я им не смогу помочь. Вернее, я, может быть, не смогу им помочь, но я не смогу быть настолько эффективен, насколько я эффективен со своими людьми. Со своими людьми я эффективен на 1000%. Почему? Ну, там что-то есть. Вот смотри, сколько у меня знаний общего. Я тебе просто перечислю несколько моментов. У меня мать зовут Камила, Камиля. У тебя дочь зовут. Она первая зашла на точку, я всегда смотрю на первого человека, кто зашёл на точку. Я говорю, кто зашёл? Камила. Я говорю, казашка, что ли? Вау, там, да? Что-то такое, да? Это первый аспект. Второй аспект. У тебя дочку вторую зовут Рамина? Очень редкое имя, в том плане, что у меня братишка Рамин. Это редкое имя, я больше Раминов не встречал. Понимаешь? Я тоже. Это прям для меня было... Это чуть позже для меня открытие такое, да? Третье. Ты знаешь, твой супруг Даниэр, отец своих детей, только у меня и братишка Даниэр. Понимаешь? Я думаю, что такое, да? Самое главное, самое главное, я-то не казашка. Это понятно. Ну, нет, это вот интересно. А все равно это как-то, я не знаю, в именах казахских, ну, неважно, там, международных Рамина, да, там, имена как-то это все равно соединилось. Вот смотри. Синкризировалось. Ты помнишь про 8 марта? Когда мне спросили, ты сказал, вау, я тоже отметил. Меня спросили, а почему 8 марта не любите? Я говорю, ну, день рождения моей бабушки. Ну, как бы, ее в этот праздник и как бы и бабушки нету, да? Я у нее на руках вырос. Ну, вот раз. А это день рождения твоей матери. Да. Самое интересное, что твое день рождения, это день рождения моего тестя. Ну, деда моего, деда моих детей, да? И, там, 7 мая, хорошо, а Али, там, 8 мая. Ну, то есть, это все рядом. Ну, то есть, очень какие-то, такие есть пересечения, ну, которые, можно сказать, случайность, 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 ну, в итоге, я как бы понимаю, ну, это чувак мой человек. Ну, когда я про тебя говорю, вообще для меня, мои люди, это не мужчины, не женщины в данном случае. Это дух, он не имеет пола. Уловило. Я сразу понимаю, ты мой человек. Все. Дальше, следующий момент, как бы уже пошел момент, такой, что я начинаю говорить о твоего имени. Я вижу твой дар. В чем он? Да твой дар озвучивает твой дух. Вот смотри, помнишь, мы разбирали на точке такой кейс, как генетическая травма твоя? У тебя генетическая травма, так называемая, третья, да, это стыд. Стыд, он в том плане, что, как тебе объяснить, это когда ты стыдишься чего-либо, либо ты стыдишь людей, либо тебя стыдят, да, это травма врожденная, она будет присутствовать в твоей жизни всю жизнь, но это в итоге это как бы приводит к ложному я, когда ты выполняешь чужую работу, по сути дела, не свою. А даром этой травмой, оборотной стороной этой медали является достоинство и ценность. Это вообще архетип бизнесмена. Ты бизнесмен с большой буквы, но в данном случае ты должна свой талант, гениальность свою использовать для воплощения чего-то, какой-то большой идеи, большой мы, оно должно касаться чего-то огромного, не только твоего личного. Это большая идея должна быть. Вот она в тебе присутствует. И когда ты входишь в генетическую травму, это незаметный процесс, потому что это подсознательный момент. Твой дар незаметен для тебя, потому что это подсознательный момент, он незаметен для сознания. А что ты можешь отследить? Отследить ты можешь, допустим, такую вещь, как твою эмоциональную реакцию. Если у тебя эмоциональная реакция идет апатия, знаешь, когда, это я бы назвал так, душевная апатия. Ты в душе как бы чуть-чуть подостываешь, и у тебя вот это глубоко подавленные эмоции, ты не хочешь показывать свою уязвимость, но она так, ты такая. И обходной путь здесь, это как ни странно, выйти из эмоциональной травмы, значит, дар выйти. Это выйти, то, что называется сочувствие к другим людям. Ты должна понять, ты должна в людях то, что тебе симпатично. Люди должны быть симпатичны. Ты должна почувствовать, что больно не только тебе, но и другим людям. И твое сочувствие к другим людям, а это значит симпатия, юмор твой, он как ни странно начинает включать в тебе дар. Какой дар? Ну, твой дар бизнесмена, понимаешь? Твой архетип бизнесмена, это твоя, ты его хочешь свою достоинство и ценность. Ты понимаешь, что ты ценность огромная. В данном случае я что увидел у тебя? И мы тему так назвали, да? Это ты умеешь сделать дизайн. Вот смотри, ты куда заходишь, ты четко знаешь, где что-то не так. И это касается одежды, внешности, интерьера, ландшафта, архитектуры. Понимаешь? Если ты в бизнес зашла, ты увидишь, как это бизнес сделает красиво. Вот сделайте красиво. Но это красиво выходит еще и дорого. Дорого не в смысле себестоимости, а дорого, что это дорого продается. И ты можешь объединять, как ни странно, под собой огромную единицу людей. Не важно, это дизайнеры могут быть, дизайнеры одежды, дизайнеры, архитекторы и так далее. Ты можешь давать им работу. Это и есть бизнесмен. Вот архитект бизнесмена, когда он включает дело, которое дает работу огромному количеству людей. Вот в данном случае, что я вижу в тебе какой-то, вот как он у тебя проявляется. Вот я посмотрел твой сайт, связан с одеждой. Я вижу, что ты очень лаконично, используя свои национальные мотивы, ты кореянка, ты, это Юго-Восточная Азия, это, это определенные, я бы тебе сказал, знаешь, какой, изыск и минимализм, то есть, это как, вот знаешь, вот как у японцев, в тебе японские крови, отчасти есть, это, знаешь, вот как катана. Ничего лишнего. Это точно до миллиметра. И при этом есть красота, и можно и цветочек, это сакура, там что-то будет, и это дорого. Материалы качественные, телу приятные, и я вижу, человек, который одевает, он должен соответствовать этому. Он действительно должен соответствовать этому. Потому что это, ты выводишь человека на другой уровень ценностей. Он должен этим ценностям соответствовать. Понимаешь, хабалка твое платье не оденет. Почему? Это просто вылезет, ее хабалистость. Уловил, да? Ну, и не совсем понятно будет. Вот о чем и речь. Да, потому что, ну, для некоторых кажется, что это очень просто. А не осознавая то, что в этой простоте, ну, там у меня даже на сайте есть цитата, Coco Chanel, что, ну, не помню дословно уже, но в простоте-то весь и шар, на самом деле. И, да, это, я всегда объясняю, что, несмотря на вот эту минималистичность и простоту дизайна, это очень сложные лекала, над которыми мы работаем, ну, не знаю, больше месяца. еще с тем подходом с моим, я имею в виду, где там действительно должно быть до миллиметра, вы вот так четко уловили, это, ну, это таким очень, ну, очень, ну, не тяжелым трудом, но это, это требует очень много внимания, энергии, ну, то есть, это очень энергозатратно, скажем так. Я тебе хочу сказать, что ты не модельер, ты класса выше, это, ты можешь дать работу модельерам, это другое дело, понимаешь, потому что в тебе идет тот архетип бизнесмена, это дар руководства, по сути дела, но руководство не в старом формате, а в каком-то новом формате, то есть, ты запускаешь процессы, вот я четко знаю, что ты можешь зайти в какой-то ресторан и перевести его просто классом выше, потому что можно затратить на тот же рестайлинг, там, ремонт, гораздо меньше, может быть, даже денег, но вывести его на совершенно другой уровень, там будет просто другая клиентская база, голос у тебя еще есть, тут, я просто больше, чем уверен, что там, где ты начинаешь говорить, ты мгновенно привлекаешь внимание, что там у тебя есть, у тебя есть, во-первых, а, канал харизмы есть, у тебя харизма осознанная, и ты это четко знаешь, у тебя есть то, что называется дар эмоциональной открытости, то есть, ты как бы говоришь от сердца, не как бы это слово здесь я как бы убрал, ты говоришь от сердца, и твоя эмоциональная открытость, как ни странно, она обезоруживает людей, если ты приходишь и говоришь, ребята, я знаю, как надо, просто вам надо сказать да, и все. но это я говорю, когда я точно знаю, как надо. А ты точно порой знаешь, вот как раз таки, все, что мешает тебе, это та неуверенность, которую я тебе обозначил, в чем неуверенность, попытка на кого-то опереться, на какого-то партнера, особенно, если этот партнер, скажем так, ну, назовем так, сексуальный партнер, ну, муж твой, да, то есть, опереться на мужа. Но это ведь такое, я не знаю, это природное, мне кажется, по-моему, каждая женщина хочет такой... Ты это пережила, ты этот этап пережила, история Рымжана и закончилась, согласись. А у тебя тот путь, он, не назову его путь война, но все-таки это путь одиночки, в хорошем смысле, за тобой идут, ты не одинок, у тебя будут последователи, у тебя будет своя армия, у тебя будут поклонники и все такое прочее, но ты художник, он должен быть один, он должен быть соединен со своим духом, там творчество идет. И тогда ты можешь быть со всеми людьми. Если ты соединен с собой, ты можешь соединен быть со всеми людьми. Расстояние между тобой и другим человеком, оно равно расстоянию между тобой и твоим духом. Большинство людей, к сожалению, они очень далеко от своего духа. И вся эта суета, она бесполезна. Понятно? Поэтому, вот мне достаточно сказать тебе вот сегодня вот эти вещи, потому что канал, вот ты борец хороший и боец хороший. Тебе есть все эти качества, которые тебе необходимы. Плюс ты перешагнула тот барьер, который я называл на точке 42 года. Ты перешагнула этот барьер. А это значит, я не засуетилась, потому что этот уже 42 года, сейчас уже мне 45, а вы говорили о том, что это 7-летний цикл. 40 до 7 лет, то есть до 49 лет, если человек не выходит, то там уже начинаются проблемы. Потому что есть до 42 лет, смотри, до 21 года человек ребенок, плюс 7 лет, он должен нацепиться от детской стратегии. С 21 года до 42 лет это юность, юноша, да, он учится, учится уже осознанно, он пробует разные профессии, ищет свое призвание, меняет, и так далее, и так далее. И должен к 42 годам он понять должен, кем он будет, свое предназначение. 42 года это взрослый человек. И дается 7-леточка небольшая, до 49 лет. Если человек не решает этот вопрос выхода предназначения, до 49 лет, то у нее по телу проблема возникает. Заметил, сколько людей уходит в возрасте от 50 до 55 лет, там, 53 года в среднем? Это да, и объясняет все. Ну, как бы у меня теперь есть объяснение тому, почему это все так происходит. Поэтому у тебя вот эта суета, ну, не суета, это маята, да, это когда ты начинаешь слушать, что-то не так, какой-то большой такой обман есть, вот в социуме есть большой обман. А обману в чем? Да мы, мы не просто тело, фамилии, имя, отчество. Вот я казах, там, да, Мураткалина, Урлан, сын Утигена, там, возраст такой-то, родился тогда-то, умру, наверное, тогда-то. Я гораздо больше. душа. Я личность душа. И у этой души есть сознание свое, называется дух. Его надо пробудить. Его надо пробудить. Вся моя задача на точке и в индивидуальной работе пробудить дух. Если я пробудил дух, там что-то происходит. Дух, он когда просыпается? Ну, может через тело двигать, ну, я не знаю там. Ну, допустим, облились холодной водой, ух, там, да, дух возбудился. Там, в здоровом теле, в здоровый дух, ух, там, да. Можно идти через сознательные штучки, а можно идти напрямую в дух. Это состояние, когда ты все время в потоке в определенном энергетическом. Это ты, когда ты соединен с духом, все остальное начинает кружиться вокруг тебя. Твое главное внимание ты должен направить на то, куда у тебя уходит внимание. А оно должно уходить именно на то, что хочет твоя душа. О чем думает твой дух, если он думает. Понимаешь? К чему стремится твой дух? И если ты так, то ты как, вот знаешь, вот шеф внутри тебя. И все крутится вокруг тебя. А если твое внимание уходит в прошлое, там, переживаешь какие-то свои, там, прошлые, в кавычках, там, изъяны, ошибки, либо в будущем, о чем ты мечтаешь, либо в абстракции уходишь, либо, не дай бог, твое внимание направлено на другого человека, знаешь, в каком плане? Все зависит от него. Ну, ты отдаешь ему центр этот. Дух ему отдаешь. Всю энергию отдаешь. И отсюда возникает ревность, зависть, там, и прочие какие-то моменты. Весь этот конгнитивный диссонанс, который у тебя есть, это разделенности к твоему сознанию. Тело отдельно, голова отдельно, дух отдельно. Надо это все соединить, дать первенство духу и понимать, что твое сознание всего лишь навсего обслуживает твой дух. Оно как хороший каркулятор, я не знаю, компьютер. Ты можешь рассчитывать, считать там какие-то прибыли, все такое прочее, но ты должна слушать, что хочет твой дух. Потому что дух, его основная цель и смысл это творчество. Высшее творчество это, как ни странно, действие духа. Потому что дух создает смыслы, которые до тебя не были. И у тебя есть возможность благодаря духу прожить много вариантов жизни. То есть несколько сценариев жизни, в своей жизни прожить и каждый раз этот сценарий все выше, выше, выше. Там уровень ценности у тебя растет. Поэтому, Илон, что я могу тебе сейчас сказать вот к кончанию всего этого. Первое, вот ты уже сделал, мы определенные детали разобрали, такие интимные, которые мы на публику выносить не будем. Кое-что можем сказать. Камилу отправили, пинка под зад, ей дай вперед. Все, полетел, птичка. Мощно полетела, кстати. Заметь. Отлично полетела. Все у нее будет хорошо. Твои дети, которые еще под твоим крылом находятся, они до 21 года они, к сожалению, будут под твоим крылом. Или к счастью. Их надо будет после 21 года выпускать. Они тебе не мешают проявляться. Уловили? Более того, они мне помогают и представляют выходи в свой дух. И если ты в своем духе, ты хоть в пещере сиди, хоть в какой-нибудь муторакане сиди, тебя люди найдут твои. Ты улови это. Понимаешь? Ну, элементарно. Мы же с тобой соединены сейчас. В Майами мы сидели, я не мог подключиться к каждому из вас, но я четко знаю, что я с тобой соединен. Но чем соединен? Духом. Ты понимаешь? Ни умом, ни телом. Духом. Подождите, тут у меня вопрос. Хоть сиди, хоть в тьме, в таракане, а зачем тогда переезжать куда-то и искать правильное место, искать правильных людей? Прикол в том, что когда... Люди все равно найдут. Тебе дух не даст там сидеть. Ты соединишься? Это да. Это да. Но тебе вот что надо проявить сейчас? Терпение. В хорошем смысле. То есть, я не говорю о том, что ты прям опа, сейчас подернулся, там все продать, все распродать и двинуться, я не знаю, в Майами, там Нью-Йорк, Калифорнию. Не об этом речь. Подсобраться надо. Вот. Самое главное именно присутствие этого духа. Вот не случайно говорить, присутствие духа. Ты когда знаешь, что ты не одна. Почему? Дух в тебе. Дух, еще раз говорю, не в религиозном, не в философском смысле, не в эзотерическом. Мы вообще не про это. Не про эзотерику. А то, что называется, это я и есть основное. И тогда, через некоторое время, ты начинаешь устаканиваться, успокаиваться. Тебе нужно привыкнуть к тому духу, который требует будет от тебя такие вещи, от которых твое сознание, внутрикритик, будет уезжать и разрываться. Мы это не потянем. Но дух тебе будет такие препятствия подтягивать, таких людей, которых, как ни странно, ты будешь не преодолевать их, не бороться с ними будешь. А ты их будешь использовать как ступени, просто как ступени. Вот человек, как будто препятствия, а ты понимаешь, что это не препятствия, это ступень. Еще выше благодаря этому человеку. Там какая-то проблема, это не проблема, это препятствие. Не препятствия, это ступень. Еще выше. И пошла, пошла. все подтянется. Энергии подтягиваются только к сильным вещам. Понимаешь, законы природы здесь не обманешь, в том числе материальные. Маленькое не тянется к большому, вернее, большое не тянется к маленькому. Хлеб за ртом не бегает. Не Земля крутится вокруг Луны, а наоборот. Не Солнце крутится вокруг Земли, а Земля крутится. Поняла, да? Не вокруг Солнечной системы крутится галактика, а наша Солнечная система где-то на краю галактики крутится. Млечный путь галактика. Поняла, да? То есть, если ты становишься силой, тогда ты слышишь зов своего духа, свою идею, и люди сильны именно своими идеями. У тебя возникнет идея, она сформулируется, она спрактикулируется, она как-то нарисуется на бумаге, в каких-то планах воплотится. И подтянутся люди, потому что люди идут не просто за людьми, они идут за идеями, которые есть у людей. Если есть идея, это как цель твоя, ты становишься цельной. Люди это чуют. Они просто вокруг подтягиваются. Поняла? Они тянутся к духу именно. Конечно, конечно. Почему? Потому что от духа, у них дух загорается. Понимаешь? Они могут от твоего духа включиться. Вот сейчас кто слушает меня, я больше чем уверен, они сами от этого включаются. Это притягивает, это завораживает. Ну, мы же понимаем, вот актеры вышли и играют. Можно прийти на спектакль и как бы, ну, просто потерянное время и деньги. Тот же сюжет, те же актеры, те же декорации, но они включенные. В духе. Ну, ты же понимаешь, это прям на юбку же идет. Ну, это же неправда весь этот сценарий. Но они в духе. И люди сидят и плачут, и рыдают, и смеются, и выходят оттуда воодушевленные. Обрати внимание, корень слова душа там есть. Душа у тебя проснулась, дух возбудился, и охота что-то делать. Вот тогда можно приступать к делам. А нельзя что-то делать, это бегать по кругу, если у тебя дух выключенный. Если ты дух выключенный, ты обязательно выполняешь чьи-то дела, а не свои. Ну да, вы говорили об этих красивых маленьких бегах, больших бегах. Да, да. Крусели все эти, да. Поэтому, Илон, давай так. Мы кое-что сделали, я предлагаю нам держаться в формате одного часа. Что я могу предложить тебе? Да, смотри, понятное дело, что мы сейчас с тобой будем работать какое-то время. Ты зайдешь на вторую точку, ты будешь точки насквозь проходить. Вторая точка в Майами состоится 6 октября. Вот сейчас будет вторая точка в Москве, это будет 17-го. Я здесь в России проведу сейчас только две точки. Одну в Москве, одну на Алтае. Вторая точка у меня будет 17-го числа, а на Алтае будет 11-го мая. А дальше я уже беру паузу. Я проведу, скорее всего, точки, вот две намеченные у меня точки в Майами, 6-го октября и 24-го ноября. Первая, вторая. А, тебе надо на вторую зайти, 24-го ноября. Там 6-го октября будет первая точка в Майами. Уловила, да? А там, скорее всего, я посмотрю, может быть, Нью-Йорк, может быть, Лондон. Ну, я буду очень редко точки давать теперь уже. Ну, не так часто. Потому что я уже почую, что мои люди меня услышали, они подтянутся. Вопрос уже как бы ни цены, ни времени, ни места. Они меня найдут где угодно. Ну, уже в этом убедились. Да. А вот теперь смотри, то же самое, я тебе сейчас продемонстрировал, что ты должна сделать. Тебе нужно сейчас услышать зов своего духа, перевести, проартикулировать его, перевести его на бумагу, на диктофон. То есть, ты должна сформулировать свой путь, что ты хочешь. Как мой далекий предок Чингисхан, который в 12 лет сформулировал свой путь. Он хочет объединять народы таким образом, чтобы элементарно просто остаться в живых. Чтобы не убивали друг друга из-за того, что он с другого племени. Потому что он объединял народы по другим признакам. Уловил, да? У меня примерно есть уже какие-то какие-то штрихи, наметы. Уже, я понимаю, даже в ходе наших уже разговоров за два дня у меня в принципе сложилась картина, сложился дизайн. Вот, я все равно хочу, ну, как бы, в общем, кратенько так, чтобы об этом проговорить. Дизайн жизни. Я просто начала с того, что всюду говорят, что ты творец своей жизни, ты создаешь свою реальность. и в итоге я вот хотела, чтобы люди тоже увидели, как это сделать, и что это действительно реально. Мы вот просто сидим, рисуем, да? Допустим, ну, вот на моем примере там, дизайн моей жизни. То есть, и у меня примерно уже сложились какие-то ну, такие штрихи. ну, первый, скажем, такой, такой очень, первый такой штрих, такой жирный, жирный штрих, это я уже понимаю, что, понимаю, что, я не хочу прожить, ну, как там Островский говорил, да? не хочется мучительно как он говорил за бесцельно прожитые годы? Чтоб было больно. Да, чтобы я не хочу жить, прожить так, чтобы было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это как бы у меня четко понимание. Потом, ну, то, что у меня идет ну, такими, я не знаю, цитатами, что красота спасет мир. Отлично. И примерно, и примерно мне понятны масштабы. Ну, чего я хочу, там, в итоге какой-то, ну, это, я не знаю, можно назвать большой целью или как, но примерно у меня есть понимание. Кроме, кроме творческих каких-то проектов по дизайну одежды, которые, я в принципе начала, но мне понравилось ваше вот это сравнение, что я уже как ракета с включенным двигателем стою и просто не трогаюсь. Ну, вот действительно уже эта энергия настолько... мы сейчас отпускаем вот то, что держит эту ракету, это раз. Второе, путь в принципе ясен твой, мне ясен твой путь. Детали, они не так важны, если по-честному. Детали будут по ходу видны. Ты не, даже не надо стремиться увидеть то, что за углом. Вот за угол давай зайдем и увидим то, что за углом. Встретим это достойно. Мне нравится твой заряд, вот который сейчас у тебя проявляется. Единственное, еще раз говорю, надо смотреть не на то, что ты не хочешь, надо смотреть на что ты хочешь. Надо посмотреть как вот этот весь твой, как тебе кажется, негатив, который накопился, перевести в мощный позитив, а он у тебя огромной мощи. Я просто в тебе этот заряд чувствую. Это не сейчас не я говорю, это твой дух говорит. Как бы ебни ее как следует, да, ну то есть, чтобы она ебнул этот мир, да. Ну я сейчас грубо выражаюсь, но это он так говорит, ну у тебя такой матершинник. Немножечко поняла? А это он матершинник? Конечно. Ну я так прикалываюсь, мне так. Нет, это не я. Ты понимаешь, вот прикол в чем. Это ты такая. И после этого мир увидит твою мягкость, твою шелковистость, твою красоту. Уловила? Моя задача всего лишь навсего, вдохновлять тех, у кого есть дух. У кого духа нету, там надо проходить мимо. Там нечего терять времени. Илон, я тебе благодарен за этот эфир, за то, что ты дала мне погреться в твоем духе. Просто, когда в твой дух, с твоим духом соединяешься, я просто чувствую вот эту, какую-то юго-восточную вот эту. я борец, раньше боролся дзюдо, мне нравятся южнокорейские борцы, дзюдоисты. Просто их стиль борьбы. Вот я чувствую вот эту твою кровь внутри. И что ты японское, и что ты корейское. Это в тебе п***цует. Это огромная сила. Включилась. Ну что, дорогие друзья, потихонечку прощаемся. Спасибо вам огромное. Ребята, подписывайтесь на Гуру-Гуру, подписывайтесь на точку Ли. На точку Ли. И я просто хочу сказать, чтобы ну, вы уже сами услышали, и я думаю, что пройдя точку у Нурлана, и я не знаю, или какие-то сессии, или консультации, ну, они вам реально многое дают. И дадут. Поэтому всем спасибо и всех благодарю. Счастливо. Всего доброго. Благодарю тебя. Благодарю. Спасибо.